В феврале сего года в музее гаража особого назначения ФСО России, что в 54 павильоне ВДНХ, открылась любопытная выставка, посвященная 115-летию собственного его императорского величества гаража. В приглашение Ильи Сорокину удалось посетить открытие выставки, что называется, с лейкой и блокнотом. Среди экспонатов, собранных из музейных и частных коллекций России и Европы, конечно же, первые места отведены автомобилем. Паровые и бензиновые, иностранные и отечественные, роскошные и поскромнее. Испано-Сюиза, Студебекер, Роллс-Ройс, Бенц, Рено и многие другие, все они позволят даже неподготовленному посетителю составить собственно яркое представление о последнем десятилетии империи и начале моторизации нашей страны. Выставка открыта до 17 апреля всего года. О том, с какими трудностями стальной конь шел на смену крестьянской лошадке, какие автомобили предпочитали последний самодержец Российской империи и вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин, кто и зачем продавал в аптеках пузырьки с бензином, о маскотах, офицерских сакуаяжах, дамских туалетах и прочих важных деталях побеседуем с организатором выставки «Царский выезд» Ильёй Сорокином. Знай наших! Если вы найдете тему автомобилей и олдтаймеров достойной для погружения или даже вдумчивого изучения, очень рекомендую посмотреть вот это всеобъемлющее интервью специнформа. В мае прошлого года в Москве открылся новый музей. Всегда приятно, когда что-то новое открывается, тем более, когда музей интересный, тем более, когда он связан с техникой, с автомобилями, и особенно с автомобилями первых лиц, потому что вот эта тема, она всегда была немножко табуированной, и всегда было интересно заглянуть за занавесочку, а что же там и как же, и все время это как-то быстро проезжает какой-то там условный кортеж, и не разглядишь ничего. Поскольку я более 20 лет в последних своей жизни занимаюсь организацией выставки олдтаймер-галерея, это всегда было большая, несколько залов иногда занимала выставка старинных автомобилей и мотоциклов, мы часто делали какие-то тематические показы в рамках выставки, и часто они были связаны как раз с гаражом особого назначения, с его историей, с его юбилеями, и у нас сложились хорошие и добрые отношения с теми людьми, сотрудниками гаража особого назначения, которым не безразлична их история. Соответственно, так получилось, что к началу 2000-х годов гараж особого назначения пришел с небольшой комнатой боевой славы, я бы так сказал, в которую невозможно было попасть просто с улицы, которая находилась в Кремле и в служебном помещении, и, соответственно, потребность высказаться, что-то показать, рассказать, очеловечить, может быть, даже где-то свою службу, она у сотрудников была, и мы как-то вот так нашли друг друга, и несколько раз на выставках показывали интересные юбилейные экспозиции, и парадные кабриолеты, и автомобили советской эпохи достигало иногда, вот на 95-летие гаража особого назначения было более 100 автомобилей, огромный зал 8-тысячный был полностью занят, А дальше произошло два интересных события, одно позитивное, другое негативное, но принято начинать с плохого, а плохое – это пандемия. Соответственно, выставки в Москве в таком формате, лихом и обширном, как мы привыкли проводить, стало затруднительно, вот наши любимые сокольники закрылись на больницу ковидную, мы стали искать какие-то другие форматы, и одновременно с этим произошло уже радостное событие в мае прошлого года на ВДНХ, павильоне номер 53, который раньше назывался «Крупный рогатый скот», ни одного слова тут нет плохого, мне все три нравятся, вот в этом павильоне крупный рогатый скот, номер 53, и еще вдобавок павильон 54, если так представлять себе ВДНХ, это справа от павильона «Космос», чуть-чуть вглубь, где ипподром, как его в просторечии называют, на самом деле выводной круг, я лошадей выводили, значит, вот там вот этот павильон. И музей представляет собой два павильона, один из них интерактивный, больше для детей, там тренажеры, тоже все связано с спецмашинами и с историей гаража, много интересных всяких вещей, как в разрезе различные агрегаты, там история фар, номеров автомобильных, фары причем зажигают, можно смотреть, что ярче горит карбидная или керосиновая, или электрическая фара, начиная вот с 19 века уже представлена вся история, это интересный павильон, где можно провести достаточно много времени, там микроавтобус «Юность», например, переоборудованный под кинотеатр, где старые фильмы транслируют автомобильные и советские, и второй павильон, наверное, еще более интересный, это, собственно, историческая экспозиция музея, то есть, это два крыла, в одном из них автомобили, начиная с самых первых автомобилей гаража, а надо сказать, что гараж особого назначения, это такое хорошее, звучное, советское, правильное название, которое было гаражом получено в 20-е годы, и, соответственно, оно не менялось, прошло вот насквозь, до сих пор оно не менялось, и всем очень нравится, но до 17-го года предтечей гаража был собственный его императорского величества гараж. Каждое слово с большой буквы, желательно с вензелями красиво написать. Музейная коллекция начинается вот с автомобилей, которые могли обслуживать Николая II, тех настоящих не сохранилось, к сожалению, но в музее стоят автомобили, которые в то время использовались в собственном его императорском величестве гараже, в частности, Делана Бельвиль, Мерседес, дальше идёт советская, ленинская эпоха. Ну, Ленин любил Роллс-Ройсы, не был чужд в толике буржуазной роскоши. Ну, на самом деле, просто тут, может быть, ирония неуместна, что было, тем и пользовались. То есть, вот как от императора гараж перешёл, сначала это стал гараж Совнаркома, а после переезда правительства советского в Москву это стал гараж особого назначения, стал размещаться в Кремле. У молодой Советской Республики на закупку собственного автопарка денег первое время не было, возможностей не было, поэтому пользовались тем, что осталось от самодержавия. А осталось от самодержавия, естественно, роскошные автомобили, ну, на них и ездили. Дальше идёт период товарища Сталина, который любил Покарды, и, соответственно, представлен и Покард 12 сталинский, и представлены автомобили, которые, значит, уже разрабатывались в Советском Союзе, это ЗИС-101, ЗИС-110 и всё это семейство ЗИСовской полноприводной, бронированной ЗИС. Можно подробно всё рассмотреть. В музее каждый экспонат снабжён не просто табличкой, а тачскрином 32-дюймовым, на котором можно в интерактивном режиме посмотреть и хронику, связанную с этим автомобилем, и фотографии, и, соответственно, ТТХ. В общем, сделано всё по последнему слову техники, оформлено. Соответственно, одно крыло музея – это вот от Николая II до Никиты Сергеевича Крущёва. Второе крыло музея – это от Брежнева до Путина. Вернее, до той эпохи, которая заканчивается у нас с Мерседесами Пульман. То есть, это уже история наша. Я надеюсь, больше наши руководители на автомобилях иностранного производства ездить не будут. Очень надеюсь. Потому что всё вернулось, собственно говоря, на круге своя. Наконец, на отечественном автомобиле ездят первые лица. И этому музей посвящён отдельный зал, то есть, автомобилям Аурус, на Ми, где их разрабатывали. Есть отдельный зал, небольшой, посвящённый ЗИЛу, потому что ЗИЛа – это наша история. Это то место, которое перестало существовать как завод. Но я, например, без душевного трепета не могу это место проехать ни на машине, ни на метро, ни пешком. Ум я каждый раз вздрагиваю, потому что это гордость страны, это место, как сейчас говорят церковлённые люди, намоленное. Надо как-то по-другому сказать, может быть, близкое нам всем ментально – это место, где гордость ковалась нашего автопрома. Ну, что говорить, что такое ЗИЛ для нас, для всех. Вот теперь весь этот огромный гигант, город в городе, где даже свои автобусы внутри ходили, он сжался до размера небольшой мемориальной комнаты в музее гаража особого назначения, где, опять же, по последнему слову техники, стоит Кульман, где проекция чертежей тех автомобилей, о которых рассказывается. Значит, трёхмерные фигуры конструкторов ЗИЛа, которые рассказывают о том или ином этапе истории, проекции в фильмах, в хронике. Ну, в общем, там можно тоже провести не один десяток минут, послушав и уйдя оттуда с пониманием, что можно поставить какую-то галочку, что я что-то новое узнал про ОМО, ЗИС, ЗИЛ. Но самое главное, мы постепенно приближаемся к самой главной теме нашей, собственно, сегодняшней встречи. Ну, поскольку я организатор выставок, уже много, даже уже, так сказать, несколько десятилетий, страшно сказать, соответственно, мой вклад в музей заключался в том, что я порекомендовал завести в музее зал сменных экспозиций. И не только порекомендовал, но и занялся тем, чтобы вот этот вот зал временных экспозиций довести до того состояния, когда там действительно можно проводить выставки. То есть, он сейчас оборудован по последнему слову техники в плане света, звука, подвесных систем различных, модульных, разных разборных конструкций, которые можно под каждую выставку настраивать. Музей открылся в мае, и с июля-августа я провожу выставки небольшие, не похожие на Ултаймер-галерею категорически, потому что Ултаймер-галерея – это нечто большое и пестрое, условно, там, 10 тысяч квадратных метров, но идет 4-5 дней. А те выставки, которые мы сейчас проводим, это всего лишь 650 квадратных метров, но проходит полтора-два месяца. И зато каждый квадратный метр этой выставки, он насыщен информацией. Когда попадаешь в этот зал, уже не надо считать экспонаты, там не будет 100 экспонатов, не будет 50 экспонатов, там будет 10 экспонатов крупных. Ну и несколько, может быть, десятков или сотен мелких, которые в витринах расположены. Много хроники, поскольку есть технические средства для воспроизведения этой хроники. Много иллюстративного материала плоскостного на стенах, постеры, фотографии, рисунки и прочее, поскольку, опять же, технически все это позволяет хорошо представлять. Правильная подсветка, грамотная. И, в общем-то, это выставки совсем другого уровня, я бы сказал. И мне вот в таком формате работать сначала было непривычно, а теперь мне все больше и больше нравится, потому что в этом формате я могу наиболее полно реализовать свои какие-то интересные задумки. Эти выставки делаем мы, организаторы Алтайомер-галереи. Эти выставки мы, за эти выставки мы отвечаем, за эти выставки я отвечаю своим именем. Я это делаю так, как мне не стыдно делать. Я стараюсь максимум использовать все, что мне доступно, все, что возможно. Тот опыт более чем 20-летний, который я наработал, я стараюсь теперь в эти выставки вкладывать. Я делаю это от души. И очень стараюсь, чтобы выставки понравились посетителям. Внимательно прислушиваюсь ко всей критике, к любой, потому что мы сейчас в процессе, мы нащупываем. Мы в этом зале уже делали и выставки художественные, мы в этом зале уже делали и театральные представления, и оперный певец Игорь Ларин у нас пел, и моноспектакли свои проводил. Мы этот зал сейчас в разных-разных-разных ипостасях пробуем. В мае у нас будет выставка, посвященная творчеству известного, замечательного советского фотографа Якова Халипа. Между прочим, ученика Родченко. И человек, который снимал и войну, и мирную жизнь, очень интересно. И это те фотографии, рядом с которыми можно стоять и рассматривать их как картины. Ну, по крайней мере, это мое ощущение. И мне кажется, я всегда часто ориентируюсь на свое ощущение, потому что, мне кажется, есть какое-то количество людей, которые подумают, подумают так же. Мне нравится. Мне очень кажется, что там глубокий смысл иногда заложен. И сама личность Якова Халипа, она интересна, потому что человек, родившийся в 1908 году и ушедший из жизни в 80-м, и работавший практически всю свою жизнь фотографом, он запечатлел всю историю страны до самого последнего момента. Может быть, хорошо, что в его объектив уже не попала перестройка, поэтому это осталось, как осталось, памятник эпохи. Ну, мы берем эпоху, соответственно, военную, победу, потому что он очень много снимал подготовку к Параду Победы и Парад Победы. Салют вот этот вот праздничный, все это очень трогательно. И мирная жизнь, собственно, ради чего воевали, какая была в 40-е, в 50-е, в 60-е годы. Что-то такая вот, собственно говоря, красивая, добрая, мирная жизнь. Очень много каких-то параллелей, когда смотришь на некоторые фотографии, а когда смотришь фотографию входа наших войск в Харьков и табличка немецкая с надписью Харьков и километражом до ближайших населенных пунктов немецких, до Берлина, там сколько, от Харькова, навевает такие мысли. То есть, вот она лежит на брусчатке, мимо проезжают наши армейские грузовики, проходят солдаты, навевает, навевает. Понимаете, сейчас одним ухом слушаешь новости, другим глазом подбираешь фото для выставки. И когда натыкаешься одновременно и ухом, и глазом на историю Одесский рейд, где катера разминируют фарватер, парад проходит в Одессе, навевает тоже. Видимо, мы живем, ну, если люди, которые умеют чувствовать кожей, наверное, ни один артефакт из прошлой жизни не может не наталкивать на какие-то мысли, ассоциации, самое главное размышления, которые приводят к каким-то выводам. Есть такой замечательный художник Андрей Ткаченко, который рисует фантастический мир, альтернативную реальность, связанную с автомобилями, с советскими автомобилями. Андрей Ткаченко рисует свою вселенную, в которой живут советские автомобили, но живут какой-то другой жизнью. Там есть с узнаваемыми чертами автомобили, которые могли бы быть гоночными или кабриолетами, или какими-то хот-родами интересными, которые могли бы быть, условно, в 50-е, 60-е, 70-е годы. Но поскольку наш автопром в то время не баловал обилием модельного ряда, вот эти рисунки, они по-своему, они ироничны очень, они очень приятно прорисованы и сделаны, просто получаешь удовольствие эстетическое. И самое главное, что это действительно некий мир, это вселенная. Вот мы хотим сделать выставку работ Андрея Ткаченко о плоскостных, как бы на стенах, вот эти вот рисунки, на мольбертах выставленные рисунки, и автомобили кастом направления, кастом тематики, которые как будто бы сошли с его рисунков, выставить в зале. Вот мне очень интересно было бы этот проект реализовать. Я надеюсь, что мы сможем его сделать летом. Такой стиль, наверное, можно назвать советским автофутуризмом. Да, да, наверное. Это что-то, это вот, ну, как есть направление, стимпанк, допустим, или дизельпанк, а это вот ни разу не стимпанк, там нет пара, нет, вот, но это, да, может быть, советский дизельпанк, не знаю. Но, да, футуризм, очень хорошее, очень хорошее слово. Ну, единственное, футуристы себя определяли, как свое творчество, как пощечина общественному вкусу. Вот здесь я пощечины не вижу. Я здесь вижу такое небольшое ироничное и очень трогательное воспоминание, воплощенное очень хорошим мастером, вкусно сделанное. И совсем уж в конце, ближе к осени или даже осенью планируем на железнодорожную тематику сделать. Поскольку автомобиль и железнодорожный транспорт, они связаны тысячами незримых нитей. Тут очень хорошо все переплетается и может очень симпатично получиться. Ну, и много еще есть планов. Я уж так совсем-то все раскрывать пока не буду. А, наверное, сейчас сфокусируемся на том, а что же сейчас в этом замечательном зале проходит. Неужели вот я здесь сижу, рассказываю, а зал у нас сейчас пустой. Ну, нет, конечно, такого быть бы не могло. Мы совсем недавно открыли очень интересную выставку, которая максимально хорошо укладывается в тематику музея. Гаража особого назначения. Эта выставка называется «Царский выезд». Она посвящена, вот хотел сказать императорскому гаражу, не совсем так. Официально, да, и строго, если говорить, да. Эта выставка посвящена 115-летию собственного его императорского величества гаража. А выражаясь современным языком, это так называемый приквел гаража особого назначения. Совершенно верно. Но получилось нечто большее. То есть, получилось, что выставка, которая была бы посвящена гаражу, она была бы несколько суховата. То есть, это были бы здания гаражей. Да, мы показали бы в Царском селе гараж, показали бы гараж в Зимнем дворце во дворике, показали бы Левадию. Там, Кремлёвск, наверное, уже... Хотя нет, Кремлёвский мы бы не взяли, потому что нас, получается, мы ограничены только питерским периодом, то есть, до 1917 года. Мы бы показали, наверное, каких-то персоналей, которые внесли лепту в гараж, в его становление. Наверное, автомобили, которые были в гараже. Вот это была бы выставка, посвященная императорскому гаражу. Это тоже было бы интересно. Но, извините, излишне академично и излишне сухо. Вот мне это было бы делать немножко неинтересно. Хотя, вообще, изначально задача была такая. К 115-летию надо сделать юбилейную выставку. Ну, 115 лет – юбилей условный, но, тем не менее. Повод. Когда мы закончили 5 лет назад Олтаймер-галерею, на которой мы показывали 110 лет императорского гаража, она совсем другая была, эта выставка. Там, если, может быть, кто-то был, помнят, мы ее стилизовали под 4-й международный российский салон, который в Михайловском манеже проходил, с гирляндами такими красивыми в зале, с вывесками от руки написанными, с представлением автомобилей, с такой подсветкой тоже в ретро-стиле. И эта выставка была... Она всем запомнилась, конечно. Мы собрали на нее все, что на тот момент было. То есть, это порядка 20 автомобилей царского периода, которые могли быть в то время ездить по улицам Москвы, Петербурга и других городов, с точным подтверждением, что да, такой бренд в России присутствовал. То есть, если мы не находили рекламы, либо журнальных каких-то публикаций, либо фотографий, что это на улицах или на выставках где-то сделано, что такие машины в России были, мы эти экспонаты отметали. Мы сделали вот такую выставку и показали практически все, тему закрыли. Назывался это первой моторой России. Кто помнит, значит, это все было очень интересно и симпатично. И вот тогда, пять лет назад, может быть, кто-то не поверит, что выставки готовятся пять лет, но пять лет назад я начал думать, хорошо, будет 115 лет, 120 лет, мы должны будем тоже что-то тематическое делать. Что же мы сделаем, если мы все показали? И вот работа по уже какие-то задумки, какие-то, значит, брались на карандаш, какие-то экспонаты вновь появляющиеся, находки какие-то, которые внезапно появлялись, и вот пять лет велась работа по фиксированию. Что у нас должно быть? Идеи какие-то тоже все на карандашке, значит, где-то фиксировались. Где-то за полгода до выставки началась уже серьезная работа по подбору экспонатов, как крупных, так и небольших, которые в витринах у нас выставлены. Я надеюсь, что я обо всем успею рассказать. И, соответственно, в решающую стадию вошла работа над книгой, посвященной этой же тематике, которую мы пять лет назад, опять же, если кто был и помнит, у нас висели на стенах фотографии машин императорского гаража, сделанные как профессиональными фотографиями, так и любителями, самим Николаем II, членами его семьи. И это называлось у нас фотовыставка «Царский выезд». В чем было ноу-хау? Мой товарищ, замечательный историк, вообще, я бы сказал, восходящая сейчас звезда отечественной автомобильной истории Иван Александрович Баранцев, придумал каждую фотографию, которую он находит в архиве, которая до этого нигде не публиковалась, или в архиве, или в частом каком-то собрании находит. У него обширная переписка и с клубами, и с любителями, и с коллекционерами из других стран, которые тоже что-то иногда попадаются, они уже знают, кому отправлять, кто это оценит. Он приобретает фотографии на аукционах специализированных. То есть, он ведет подборку очень серьезно по разным темам, в том числе по теме императорского гаража. И вот у него такая идея, что если каждую фотографию, не просто атрибутировать, что это за автомобиль, куда он сейчас собирается ехать, или откуда он приехал, кто в него садится, или из него выходит, или в нем сидит, кто эти люди, чем они сейчас заняты. Вот полное описание фотографии. Это очень хорошо, это очень большая работа. Но Иван пошел дальше. Он сумел сопоставить большинство этих фотографий с дневниковыми записями Николая II. И вот когда ты смотришь фото и читаешь рядом выдержку из дневника, где написано «Посетил Государственную Думу, приехали на моторе, потом уехали в Царское Село, стрелял ворон». Ну, как он обычно писал. Когда смотришь на эту запись и видишь, ага, он приехал вот на этом моторе, вот здание Думы, вот он сейчас садится. Ну, там иногда более подробно описываются какие-то поездки в Ливадии, или где-то по Крыму, значит, Асканию Нового поместья. Вот знаменитые путешествия, очень продолжительные автомобильные. И ты смотришь, читаешь вот эту вот запись из дневника, где по часам расписана именно автомобильная поездка с тем, что там что-то там поломалось, или там что-то там, значит, заехали туда-то. Вот это вот... Знаете, что Николай II придумал слово «помоторить»? Такой аналогизм. Это его слово, которое он в дневниках применял. Вот помоторили, да, и это привязано к конкретной дате, к конкретным часам, и фото сделано, можно по солнышку и по теням даже смотреть, сделано в этот день, в это время, в этом месте, которое сейчас описывается в дневнике. Ну, вот это вот большого стоит такая работа, педантичная, скрупулезная. Пять лет назад это висело на стенах. Вот эти фотографии с подробными описаниями, с дневниковыми записями Николая II. И, честно говоря, я не ожидал такой реакции посетителей. Потому, что реально люди стояли, читали, смотрели. Попробуй сейчас современного человека заставь что-нибудь прочитать. Если это не две фразы там в ТикТоке. Я был удивлен, и у нас с Иваном Баранцевым возникла такая идея. Я говорю, слушайте, а что если нам вот эти фотографии собрать под одну обложку? И издать это такой небольшой брошюрой. Давайте. Через какое-то время выяснилось, что... У нас тогда висело 110 фотографий, потому что было 110 лет в гаражу. Через какое-то время выяснилось, что фотографии уже не 110, а уже, условно, 220, а потом 330. А потом они уже не умещаются в одну книгу, наверное, надо разбивать на какие-то периоды. И вот это шло пять лет постепенно. И к этой выставке мы издали книгу, которая так же, как выставка, называется «Царский выезд». И это том один, потому что здесь самый ранний период освещен. Я, пожалуй, не удержусь, чтобы не показать книгу во всей красе, потому что это даже не книга, это фотоальбом. Старались книгу стилизовать под тот период. Вот и вензель, тканевая обложка, и сама по себе стилистика. Это такой фотоальбом. Раньше было модно после каждого события, там, какого-то пробега или выставки, делать фотоальбомы, где вклеивались фотографии вручную. Но мы старались вот как-то этого эффекта достичь. То есть, фотографии самых различных эпизодов жизни императорской семьи, их обслуги, охраны, сопровождения тех же самых офицеров гаража императорского. И всё это с подробным описанием, с дневниковыми записями. То есть, такого подробного и скрупулёзного издания, честно говоря, я точно знаю, что его никогда не было. Но это вообще, на самом деле, это работа, которая длилась несколько лет, и она не завершена, потому что Том Первый намекает, что будут ещё продолжения. И, ну, я не знаю, мне кажется, что у каждого человека, который интересуется историей автомобилизации России того периода, и истории вообще жизни Российской империи последних десятилетий, её существования, ну, наверное, это вот источники, все архивы и коллекции, откуда взяты материалы. Я думаю, что такая книга на полочке должна стоять. Ну, и, соответственно, возвращаясь к выставке, на выставке книга не просто так вот представлена, как альбом ещё, к ней приложены на витрине фотоаппараты, которыми делались снимки для этого. В основном это кодеки, которыми фотографировала царская семья. И, ну, непрофессиональные любительские кодеки. Очень интересные технические решения. Например, я не знал, что была такая модель кодекса с стилусом, где можно было в специальном окошечке нацарапать что-то, дату или какую-то памятную надпись по данному конкретному снимку. И потом после печати это на фотографии оставалось. Интересный такой заход. На открытии выставки обсуждался любопытный вопрос. Я помню о том, как визуально определить, что перед нами находится фотограф, и как раз техническое средство вспышка. Огнивая вспышка, да, тоже на витринке лежит. Можно посмотреть, потому что столько раз мы где-то в литературе сталкивались, что магниевая вспышка, где-то что-то в фильмах старых это видно. А вблизи я, например, никогда не видел. До того, как эту выставку стал формировать, тут все, о, вот как она, оказывается, выглядит. Соответственно, это одна из частичек маленьких выставки, потому что выставка при всем своем небольшом объеме, если говорить о квадратных метрах, она насыщена и она многогранна. То есть, получилось так, что, взявшись сделать выставку, посвященную юбилею гаража, получилось сделать выставку, посвященную последнему десятилетию Российской империи. Потому что мы к теме автомобилизации России, к теме гаража подходим с самых разных сторон. Ну, прежде всего, надо сказать, что... Да, я немножко перескочил. Вот я говорил о том, что мы уже, казалось бы, показали все, что было на тот момент, но за пять лет появились новые интересные предметы, которые нашлись, которые были привезены из-за рубежа, которые были отреставрированы, которые вновь можно теперь показать. И вот у нас на выставке, кроме политеховского русобалта, ну, и кое-чего по мелочи, у нас не повторяется ни один экспонат. То есть, такого, что, о, это мы видели в Сокольниках в 17-м году, можно уже не идти, нет, такого быть не должно, потому что выставка сейчас с другими экспонатами, и она, по сути, другая. То есть, если мы там базировались, стилизовали выставку по теме автосалона в Михайловском манеже, теперь нет, теперь это самые разные сцены, самые разные картинки жизни. И, наверное, надо вообще базово начать с того, что мы даже хронологию сделали несколько иной, чем она официально существует в хронологии императорского гаража. Потому что считается, что в 1907 году гараж был основан, когда Николай II на записке барона Фредерикса, вернее, барон Фредерикс принёс Николаю II записку с предложением организовать автомобили, которыми де-факто уже пользовался царь, организовать их в структуру под названием собственного императорского величества гараж. И Николай II устно это одобрил, о чём и Фредерико сделал на полях вот этой своей записки. Запись, что высочайше одобрено. И вот это вот момент, с которого гараж ведёт свою историю. Ну, это было бы, опять же, слишком просто. У нас возникла такая мысль, что гараж, основанный одним человеком, подчинявшийся этому человеку и обслуживающий этого человека и его семью, то есть, самодержица Николая II, он, наверное, был основан не в тот момент, когда он дал своё высочайшее согласие на организацию гаража, а, наверное, чуть раньше, когда он начал ездить на автомобилях и де-факто ими пользоваться. Наверное. А может быть тогда, когда он на выставках видел эти автомобили, подходил к автомобилям, например, Якулево Фрезе, и тоже в дневнике оставлял записи, что вот сегодня видели на Нижегородской ярмарке такой-то автомобиль, вот, то-то, то-то. А может быть ещё раньше, когда он автомобили уже видел и знал, но недолюбливал и запрещал, например, в Ливаде пользоваться автомобилями. В связи с чем запрещал? Раздражал его, не понимал он вот этого удовольствия от автомобильных поездок, сам никогда ещё не ездил, и вот это тарахтение, вообще это опасно, я раньше же называли не двигатель внутреннего сгорания, а двигатель внутреннего взрывания. Там же постоянно взрывы происходят. Бензиновые пары – это опасно, это что-то грокочащее, неприятно пахнущее. Грязное, пыльное всё время в пыли, вот эти вот шофёры, они всё время прикрывают лицо от грязи, копоти, пыли. Что-то это не то. И писал он даже, в архивах есть ходатайство офицера в отставке, который приобрёл себе автомобиль и просил иногда возможность проезжать по Ялте на своём безлошадном экипаже. Категорически нет. Была резолюция Николая Второго, что нет запретить, возбраняется. Нет. Обратил внимание на экспонаты, лежавшие в витринах. Привлекла внимание, во-первых, картинка, карандашный, по-моему, рисунок, где экипаж, укомплектованный водителем и его, видимо, штурманом, проезжает через сельскую местность в рассыпную коробку. Те разбегаются. Королы, пастухи. И рядом же лежала бутылочка с надписью «бензин», которая продавалась почему-то в аптеке. Почему в аптеке? Ну, потому что редко для чего был нужен. До того, как массово стали автомобили заправляться бензином, т.е. когда автомобиль уже появился, а заправок в современном понимании еще не было, то действительно место, где можно было приобрести бензин, это были аптеки. В маленьких, ну, у нас лежит мензурочка маленькая, грамм, наверное, на 150-200, может быть. Это, конечно, не для того, чтобы автомобили заправлять. Это все-таки для того, чтобы, может быть, барышням прыщи выводить, или, может быть, разбалтывать какое-нибудь лекарство, смазывать, не знаю, что-нибудь там. Ну, в каких-то целях, или, не знаю, может быть, тараканов выводить. Ну, т.е. в утилитарных каких-то целях, где может горючая, пахучая и с определенными специфическими свойствами жидкость быть полезна. Вот это продавалось в аптеках, ну, было, что называется, на любителя. Потом, когда появились вот эти вот автомобили, соответственно, аптекари стали уже бензин продавать в более понятных емкостях, которые, конечно, это еще на современные канистры, похоже, не было. Это было больше похоже на небольшие какие-то бочки, наоборот, большие флаконы. И, собственно, не только у нас так была знаменитая поездка фрау Бенц, которая угнала у своего мужа первые автомобили, с сыновьями проехала по родственникам ближайших городков немецких. Вот они когда тоже заглохли, потому что закончился бензин, они, собственно, им помогли докатить автомобиль до аптеки, где приобрели бензин, заправили. Помянутые вами названия марки «Мерседес» и отдельно... Отдельно бы они существовали. Еще одной марки «Бенц». Тогда они существовали отдельно. Существовал отдельно «Дэймлер», которому принадлежал бренд «Мерседес», названный в честь дочери основного клиента и акционера фирмы по фамилии «Эллиник». Его дочь звали «Мерседес». Так назвали, просто как один из брендов, под которыми выпускались автомобили «Дэймлер». А «Бенц» в это время клепал свои автомобили отдельно. Эти два уважаемых бюргера жили буквально в соседних городах, но ни разу в жизни умудрились не встретиться. И только впоследствии их бренды объединились в то, что мы сейчас знаем как «Мерседес», «Бенц». Да, это интересное... Автомобили каких брендов сейчас на выставке можно посмотреть, что называется, пощупать? «Бенц», «Рено» – это два автомобиля в спортивных, причем в модификациях. Это маленькие спортивные купе, и стоят они в том разделе выставки, который посвящен пробегам, гонкам, ралли на императорские призы. «Руссобалт» – политеховский, всем известный, но который не так просто увидеть, на самом деле, поскольку политех так до сих пор и не откроется, и уже не знаем, в каком, говорят, 25-м году, только порадует нас своим открытием долгожданным. Пока новое поколение детей не выросло, не видевших «Руссобалт», единственная машина этой марки, сохранившаяся в России, нужно показывать детям это. Также «Руссобалты» у нас в виде шасси, в виде рам, не собранных еще. Но это тоже, надо сказать, что это интересный проект сборки «Руссобалтов» по чертежам, по технологиям того времени, по возможности, насколько это возможно, из материалов доступных тогда, на оборудование доступно тогда. Группа энтузиастов собирают «Руссобалты», и пока это все до уровня шасси на колесах, с рулевой колоночкой, уже с педальным узлом. Интересно, есть на что посмотреть, пока это представлено. Дальше проект будет развиваться, я надеюсь, к какому-то очередному юбилею, я надеюсь, не к 150-летию, а раньше, мы увидим эти автомобили уже в собранном виде, причем до винтика все педантично, пунктуально сделано. Знаете, если что-то не сохранилось историческое, то реплика – это тоже хороший выход из положения, потому что лучше увидеть реплику мальчику, подростку, чем увидеть только на старых пожелтевших фотографиях или на рисунках. Я так считаю. «Роллс-Ройс» и «Студебекер» у нас представляют тот раздел выставки, который посвящен первым российским автомобильным салонам. «Додион-бутон» с кузовом «Визави» – это когда пассажир и водитель сидят друг напротив друга, и пассажир, я так думаю, должен все время немножко отклоняться в сторону, чтобы не мешать водителю видеть дорогу. Я не знаю, как они ездили, но при тех скоростях, видимо, это было не страшно. Несколько задавленных кур – это не криминал. Автомобиль «Берли» у нас как раз показывает, как выглядел шофер гаража, который сидит в виде манекена, но очень похожего на живого человека, значит, сидит на водительском месте. Показано, где у него руки расположены, как органы управления выглядели в то время. Надо же понимать, что даже если мы видим на старинном автомобиле 4-5 педалей, то это не значит, что это сцепление, тормоз, газ, это совсем даже мы могли этими педалями передачи переключаться, а газ как раз мог быть выведен на руль или на боковой рычаг. Управление каждый раз было разное. Вот когда мы видим, как водитель двумя руками с таким количеством рычагов, педалей, подрулевых каких-то переключателей, там надо было… Важно еще момент зажигания было выставить правильно на руле. В общем-то, количество моментов обслуживания автомобиля до поездки, во время поездки и после поездки, оно просто не поддается нашему пониманию. Это, не знаю, как самолет к вылету сейчас современный подготовить проще, чем автомобиль к поездке в то время. Ну, вот Берлие с водителем, с интересной системой подъема-опускания стекол с помощью лент таких, которые надо как ремень крепить, как брючный ремень, крепить, собственно, дырочками в шпенек такой, регулировать высоту опускания подъема стекла. Переговорное устройство очень интересное пассажира с водителем. Когда пассажир сначала в грушу дудит, у водителя над духом раздается довольно-таки тревожный сигнал, неприятный, надо сказать, а после этого пассажир подносит губам мундштук и говорит водителю, куда дальше надо ехать. Еще ряд технических интересных моментов можно рассмотреть в этом автомобиле. Вот это Берлие. Такие автомобили служили в гараже, правда, не в варианте лимузин, как у нас представлено, а в варианте грузового автомобиля. Испано-Сюиза у нас представляет плеяду поставщиков собственного двора императорского. Особенно интересно, что этот автомобиль стоит на шинах Мишлен, а Мишлен очень интересный. Мы когда перед выездкой разослали предложение всем брендам, которые были когда-либо поставщиками гаража, каким-то образом принять участие в выставке, даже нам не обязательно было, чтобы это как-то носило характер какого-то спонсорства. Боже упаси, если у вас в музеях остались какие-то интересные артефакты, которые к тому периоду относятся, давайте, конечно, интересно, мы на выставке поставим вам витринку. Вот надо сказать, что из всех брендов, которых сохранилось достаточно много с тех пор, тепло откликнулся только Мишлен. Это было приятно, что надо же, нашлась компания, которая бережет свой имидж, любит свою историю, вообще очень тепло воспринимает свою историю, до сих пор гордится, что они были поставщиками императорского гаража, хранят предметы, артефакты того времени. И вот я так глубоко в эту тему вошел, и оказалось, что, оказывается, это не просто шинники, которые продавали жины на нашем рынке. Это были очень креативные люди в то время, которые, во-первых, очень интересно себя показывали на выставках, например, на тех же. Вообще, как Мишлен появился в России. Был первый автосалон в Михайловском манеже в 1907 году. Они там впервые выступили и произвели фурор, потому что они не просто продукцию свою скучно показывали. Надули бибендумов, поставили какую-то музычку. Вот я не знаю, что это было за музыка, и какая могла в 1907 году быть зажигательная музыка. Не знаю, фокстрот был уже тогда, вряд ли, я думаю. Но что-то эдакое. Наверное, это надо сравнить с тем, как топеры озвучивали немое кино. Вот что-то такое зажигательное. И вот под эту музычку бибендумы, поскольку они были не полностью надуты, они такие были немного аморфные, они извивались по-разному, значит, плавали как бы в воздухе. Возникало ощущение, что они танцуют. Это вызывало внимание публики. Все время стенд был окружен народом. Это было интересно. Дальше. Вот они заявляли. Ребят, вы меняете колеса? Им-то ужасным способом. Ведь колесо тогда нельзя было просто открутить 4-6 болтов и снять его для того, чтобы устранить прокол. Нет, фигушки. До этого еще мысль человеческая не додумалась инженерная. Поэтому колеса были закреплены еще на деревянных спицах, были заклепками жестко закреплены на ступице. Снять колесо нельзя было в условиях, вне мастерской какой-то. Как устраняли прокол? Автомобиль домкратили, разбортировали резину, снимали покрышку прямо на подвешенном автомобиле на домкрате, заклеивали камеру, луконизировали, обратно монтировали покрышку и поехали дальше. Сколько времени где-то в поле или на лесной какой-то дорожке или в городе, где сразу же соберется толпа зевак и будут пальцем показывать? Сколько это времени занимало? Как это было неудобно? Пожалуйста, Мишлен, придумывайте сразу несколько способов. Выбирайте. Во-первых, вы можете просто к одному скату ещё сбоку приделывать ещё второй скат, вторую покрышку. В случае, если спустила первая, у вас остаётся вторая. Гениально, просто, примитивно, но додумал Сток Мишлен. Хорошо. Не хотите так? Мы придумали эдак. Мы на автомобиль серийный вам продаём отдельный обод, который вам ставят при покупке автомобиля, вам ставят поверх обода вот этого с деревянными спицами ещё металлический обод, на который уже крепится покрышка. И, соответственно, несколько вентилей таких удобных, которые можно рукой откручивать даже. Значит, несколько вентилей, которыми вот этот обод крепится к деревянному колесу. Если у вас произошёл прокол... А почему я так часто говорю вообще о проколах? Так автомобилей-то было мало, в основном гужевой транспорт. Это подковы, это гвозди, постоянно вылетавшие из подков. И без прокола проехать это было очень сложно. Когда Андрей Платонович Нагель из Петербурга приехал на ралли Монте-Карло, он отдельно отметил это в своих дневниках, что я приехал в Монако на шинах с петербургским воздухом. Это было невероятно. Важная для понимания вещь. Вот этот стальной конь, который идёт на смену крестьянской лошадке между ними, какой-то конфликт-то был или нет? Пересаживаться с коня на автомобиль. Насколько просто? Насколько просто? Я скажу так, что в основном... Это как песня про метро, когда извозчик говорит о том, что он со своей лошадки пересаживается теперь от Сокольников до парка на метро. Он теперь добирается. Тут надо сказать, что в основном автомобиль пересели те, кто увлекался прогулками на велосипедах, поездками на мотоциклах, воздухоплаванием, кто имел какое-то отношение всё-таки, как правило, это либо офицеры флота, либо это воздухоплаватели, какие-то первые пилоты. В принципе, это было непросто на первых порах. Потом уже стали автомобильные школы открываться и для женщин, и уже дамы эмансипированные вполне себе участвовали в пробегах. Конфликт на каком-то бытовом уровне маргинальных, не очень грамотных людей, наверное, он был. На уровне людей, идущих в ногу со временем, продвинутых. Нет, конечно, это было модно. Опять же, у нас на выставке отдельный уголок есть, посвященный автомобилю как некоему модному символу эпохи, которому поэты посвящали стихи, скульпторы лепили скульптуры. Не знаю, архитекторы создавали гаражи для этих автомобилей, ставились театральные пьесы, снимались кинофильмы, создавались какие-то талисманы мифологические, какие-то вокруг автомобиля интересные традиции создавались. То есть, это некий культурный пласт возник, которого не было, и вдруг он возник. И понятно, что все люди продвинутые, модные и богатые, конечно, обеспеченные. Мы же о проклятом царизме говорим. В общем, понятно, вот эти люди стали эту моду поддерживать. Понятно, что простой крестьянский парниша, до того, как советская власть ему дала возможность стать летчиком или трактористом, или водителем, он велосипед в жизни своей, может быть, не видел никогда. Конечно, это было для избранных все. Опять же, возвращаясь к личности царя, вот главный автомобилист, строй какой, самодержавный, кто автомобилист номер один в стране? Николай II. У кого самый большой гараж? На пике доходивший до 55 автомобилей в то время? У кого? У Николая II. Это был самый большой гараж из всех, кто в России мог себе позволить. Вот такое увлечение дорогое, но интересное. И это самый большой гараж был среди всех монархов Европы. А что в такие гаражи выбирали? Баланс между иномарками и, так сказать, нашими марками, он как-то соблюдался? Ну, к сожалению, Николай II не пользовался автомобилями отечественного производства. Кроме Руссобалта, никакие автомобили в гараже не служили, но даже и Руссобалт, он служил как свитский автомобиль. То есть, для служебных целей, для перевозки обслуги, прислуги, свиты. Николай II ездил в 80% случаев на Даланэ Бельвиль. Что такое Даланэ Бельвиль? Это автомобиль с характерной, это огромный, во-первых, большой автомобиль с характерным таким радиатором, бочкообразным. Вот если на старых фотографиях такое видите, сразу понимаете, что, скорее всего, это Даланэ Бельвиль, это в отличие от, скажем, Рено в виде утюга, был передок, уже тогда формировались какие-то стили. Вот Даланэ Бельвиль – это всегда бочка такая, потому что они паровозы выпускали, собственно, сама вот эта фирма французская, и когда перешли на автомобили, им стилистически было это понятнее, приятнее. Вот интересное, что именно на Даланэ Бельвилях, именно императорских, можно увидеть на фотографиях маскот, накапотную фигурку в виде свастики. Сама вот эта тема маскотов, они же наверняка, кроме чисто эстетического удовольствия, имели какое-то совершенно утилитарное назначение. Пробка, пробка для закручивания крышки, пробка для закручивания горловины радиатора. И сначала это были просто утилитарные пробки, неинтересные совершенно никак. Даже иногда на них стали ставить термометры, чтобы видеть, что-то еще не закипел. И, соответственно, в какой-то момент, это, наверное, то, что уже стали появляться какие-то значки фирм, там тот же, допустим, Мерседес или та же Испано-Сюиза, аиста своего знаменитого, стала размещать в качестве эмблемы. И в какой-то момент возникла мода не просто фирменной поставить или оставить простую пробку, а поставить что-нибудь эдакое, необычное, иногда ипотирующее публику. Маскотами могла быть любая фигурка, начиная от Микки Мауса, ну, это уже 30-е годы, ну, я не знаю, заканчивая пропеллером, то есть люди, которым вот авиация была не чужда, они ставили маскот в виде пропеллера, который еще вращался при езде, им это было вот интересно. Встречал я и маскот в виде обнаженной девицы, лежащей на спине, с ногами расставленными в виде буквы В и восьмерка. То есть, это значит, что это двигатель В-8. Соответственно, долго можно рассматривать некоторые маскоты, особенно с женскими фигурами, изощрялись серьезно. Там и какие-то римские легионеры в шлемах, и мальчики в кепках, гоняющие футбольный мяч или с клюшками для гольфа. Вот чем человек увлекался на такую тему, он себе покупал маскоты. Я даже не знаю, с чем это можно сейчас сравнить в современном мире. Наверное, это можно сравнить в 70-е годы, прикручивали разные набалдашники на ручку переключения передач. Вот, наверное, это как-то выделится немножко, да, и заявить о каких-то своих пристрастиях. Интересно. Это продавало в любом автомобильном магазине. И маскоты продавались в огромном количестве, можно было выбрать на свой вкус кошелек. Ну, собственно, в настоящее время я что-то кроме летящей леди у Роллс-Ройса или духа экстаза, как еще называют, и мерседесовской звездочки, я что-то даже, честно говоря, не могу... Ну, может быть, Бентли еще иногда, да, тоже встречается. Хотя, по-моему, тоже уже это в прошлом. Я что-то из современного не могу припомнить, чтобы кто-то эту традицию продолжал. Перефразируя Владимира Ильича Ленина, главным из маскотов для нас, конечно, является олень с 21-й Волги. Ну, тоже уже традиция утрачена, но это было, как говорят это чертовски небезопасно для водителей, не пристегнутых в то время, и для пассажиров очень часто это находили внутри. Если обратить свой взор от крупных экспонатов на мелкие, я вот прошел, не поленился, осмотрел пуговицы, которые на манекенах, и понял, что человек в морской форме, у него пуговицы, орел на якорях, там артиллерист, у него орел на пушках. Вот эти вот мелочи, они... Ну, так получилось, или они продуманы были? Нет, мы пригласили очень хороших консультантов, есть такие наши замечательные партнеры, исторические реконструкторы, гарнизон А называется, они дружат, это военно-исторический клуб, и они очень дружат с машинкой времени, такая студия по пошиву костюмов как раз разных эпох, и ребята очень педантично относятся к вот этим вот всему воссозданию и одежды, и униформы, и антуража исторического, поэтому по части униформы консультировались у них. У нас также друзья есть военно-исторической теме, это клуб-дивизион, у них мы взяли, надо же как-то период Первой мировой войны тоже на выставке отобразить, потому что во время войны ставка в Могилев переехала, императорская, и мы, соответственно, решили поставить трехдюймовую пушку, которая соответствовала зенитным пушкам, вообще тоже не знал, что зенитные орудия были уже в то время, устанавливались на шасси грузовиков Уайт, и есть фотографии у нас на выставке, как император с наследником Алексеем посещает вот такую батарею автомобильную, где установлены пушки, вот точно такие, как у нас стоит на выставке, только без щитка защитного, он был ни к чему в данном случае, и, соответственно, эта батарея защищает мирное небо над ставкой в Могилеве. Это уже необычно, интересно, и еще одна грань, с помощью которой мы представили вот эту вот эпоху. А если говорить о мелких предметах, я бы еще остановился на нескольких коллекциях, которые у нас, но они, может быть, небольшие, в пределах десяти экземпляров, но, тем не менее, можно порассматривать. Это интересно, это карбюраторы в разрезе, потому что в самых причудливых конструкциях, самых интересных технических решений эти карбюраторы, это просто порассматривать, чего бывало, и разного размера, и разной, скажем так, про пускные способности, интересно, можно понаблюдать. Значит, коллекция различных клаксонов, сирен автомобильных. Клаксон в виде змины и пасти произвел неизгладимое впечатление. Боа-констрактор он называл, называется вот эта модель, типа удав Боа. Фары тоже разных предназначений, как, например, вот фары в витрине, там, стоять сразу не поймешь, да, но есть фары головного света, да, которые должны светить ярко и строго вперед, есть фары боковые, которые больше как габариты использовались. Интересно, что эти боковые фары, они, ну, в основном это были ацетиленовые, карбидные, значит, фары, интересно, что они... Или керосиновые, они отстегивались и могли использоваться как переносные фонарики. Значит, если возвращаться все-таки к теме хронологии гаража, все-таки вся выставка, она построена на стержне, на хронологии, которую мы начали, значит, с того момента, решили начать все-таки с того момента. Никогда был основан гараж, никогда Николай II начал ездить на автомобилях, никогда первые, там, еще не очень удачные поездки происходили, а вот когда он впервые увидел вообще что-то безлошадное, а произошло это в 1895 году, когда Николай II впервые увидел паровой мотоцикл, это уже чудно звучит, паровой мотоцикл, он увидел, мы не знаем, какой это марки был агрегат, как он что прокомментировал, но у нас есть дневниковая запись, что, значит, от 23 июня 1895 года, что Николай II увидел, и ему где-то это запало, а дальше начался такой период интересный, когда его катали, т.е. великие князья, его братья, кузены, более продвинутые в автомобильной тематике, значит, они его на чем-то там чуть-чуть покатали. Ну, дальше чуть-чуть он продвинулся в понимании, что это может быть интересная замена к живому транспорту. Потом съездил в Германию в поездку официальную, и там видел, насколько развит автомобилизм, ему был предоставлен автомобиль, на котором его возили. Сам он за рулем никогда не был. Дальше знаменитая поездка с бароном Фредериксом. Почему, чем она знаменитая? Ну, расскажу. Во-первых, такой автомобиль, как Гарднер Серпале. Нам сейчас это уже не на слуху, мы не знаем ни, что такое Гарднер, ни кто такой Серпале. А между тем, это был очень прогрессивный изобретатель французский Эмиль Серпале, который смог довести идею парового двигателя до его какого-то абсолютного совершенства. То есть, если бы мы сейчас вдруг по каким-то причинам решили делать паровые автомобили, то, скорее всего, развитие пошло бы по той ветке, которая обрубилась со смертью Эмиля Серпале. Потому, что вот перед нами стоит телега, все-таки это карета, это еще не похоже на автомобиль. И нам говорят, это паровой автомобиль, а мы не видим там котла. Мы начинаем сомневаться, а как же это паровой без котла, а там змеевик оказывается. Значит, подогреваемый горелкой керосиновой. Причем настроено все так, что на холостом ходу горелочка до минимума, просто до дежурного режима сама автоматически подворачивалась. Значит, когда водитель газует, грубо говоря, вспыхивало, и пошла работа двигателя. Интересно, что этот автомобиль, он не пах ничем неприятным, он не был пожароопасен, за ним гарь не стелилась, оставляя прохожих, так сказать, с закопченными лицами. Довольно-таки разгонялись неплохо эти автомобили, по крайней мере, они даже участвовали в гонках. И вот многие великие князья приобретали такие автомобили. Некоторые из них даже катали на них своих девушек, в частности, Матильду Кшесинскую. Николай II же был не единственным другом этой знаменитой барышни. И интересно, что именно на таком автомобиле Гарнерс-Арпале тип Д однажды барон Фредерикс в 1902 году рискнул предложить прокатиться Николаю II на каком-то загородном мероприятии. Он подошел к Николаю II, и это все очень подробно описано в дневниках генерала Масалова. Но это был тогда человек, занимавшийся, ну, как бы сказать, из аппарата президента, как бы сейчас сказали, то есть, из дворцовой службы. Он описывает такой эпизод, что Фредерикс подошел к Николаю II, предложил ему прокатиться на Серпале. А без видимой охоты, как это указано, Николай II согласился. Они сели в автомобиль, отъехали совсем недалеко, автомобиль заглох, обратно они возвращались на лошадях. Кстати, до сих пор непонятно, верхом или лошадей впрягли в автомобиль, что было еще, наверное, более позорно. Ну, в общем, над Фредериксом потешалась вся свита, а в результате еще на несколько лет Николай II получил отрицательные эмоции по отношению к безлошадным экипажам. Но барон Фредерикс не прекращал своих попыток все-таки Николая II посадить на автомобиль. В конце концов, этого добился. Так вот, почему я так подробно об этом рассказываю? Потому, что один из первых экспонатов, который видит посетитель нашей выставки «Царский выезд», это Гарнер Серпале, невзрачный, облупившийся весь, в ржавчине, патине, пыли, и только что паутины нет, не сохранилось. В общем, вот в таком виде, как его нашли в Сарае, в Ленинградской области. Что тоже как бы намекает. Ленинградская область, Царское село, Петербург, тут вот Царский двор. Точно такие три автомобиля Гарнера Серпале ТИК-Де были у барона Фредерикса. То есть, не исключено, что то, что мы видим на выставке, это один из его автомобилей, не исключено, что тот, на котором мог Николай Второй есть. Сейчас в архивах идут поиски, поскольку известен номер автомобиля, сохранился шильдик, можно разыскать, и может быть, это будет интересно, может быть, это будет сенсация. Что надо понимать о поисках, коллекционировании, реставрации, старинных автомобилей. Вот мы видим невзрачные, облупившиеся, потрескавшиеся, ржавенькие местами автомобильчик, экипаж, я бы сказал, который наиболее редкий из всего, что представлено на выставке. И может быть, даже наиболее дорогой. Ну, я не считаю Рособалта Политеховского, потому что это тоже наше родное сохранившееся. Тут нельзя считать, как бы их сравнивать даже. Это вот два экспоната, которые имеют глубокую российскую историю. А другие экспонаты выставки – это автомобили, купленные за рубежом в наше время, отреставрированные, привезённые уже в наше время. Они такие, как были, такие, какие могли быть, но российской истории за ними не стоит. Кроме автомобилей у нас представлен мотоцикл «Индиан», очень красивый красный мотоцикл, которые использовались в гараже для курьерских каких-то служб, заданий. По статистике, кстати, красное средство передвижения чуть быстрее всех остальных. Что интересно в плане организации самого пространства выставочного? Мы постарались сделать так, чтобы если приходит на выставку семья и, предположим, папа разбирается в теме, ему интересно постоять, почитать описание. Кстати, описание к автомобилям мы тоже немножко выпендрились и сделали, значит, большого формата, а третьего, значит, описание, стилизованный под журнал Нива того периода. То есть разношрифтовые в разных рамочках куски текста, которые каждый по отдельности, он современным человеком способен восприняться. И прочитал одно, прочитал другое, прочитал третье. Ёлки-палки, я не хотел, а прочитал всю пояснительную табличку. Если бы мы это дали просто текстом, обычным, как это в музеях делается, подошёл, ой, много букв не осилю, пошёл дальше. Вот на такие приёмы приходится идти, потому что мы же заинтересованы, у нас есть много поклонников нашей темы, наших выставок, но мы заинтересованы, чтобы их количество росло. Поэтому мы боремся за молодёжь, за подростков, за детей, чтобы они проникались постепенно тематикой. Как представить автомобили на выставке таким образом, чтобы условный папа читал таблички, ему было интересно, он рассматривал подробности, может быть, что-то своим там пояснял, потому что человек в теме, человек продвинутый. Условная мама, чем её занять? Пусть она смотрит на одежду историческую, на манекенах, ей это будет тоже интересно и понятно. Пусть она смотрит на витринах, на какие-то интересные исторические артефакты, пусть смотрит хронику. Опять же интересно, как император, с императрицей, с дочерьми приезжают на различные какие-то события или уезжают, вот они садятся в автомобиль. Как это всё выглядело, это всё в виде хроники тоже у нас представлено. Значит, соответственно, три экрана, на которых разные гонки и выезды царские, а ещё различные истории представлены. Причём мы полностью всё это атрибутировали. Каждый кадр хроники, каждый фрагмент хроники у нас полностью описан, кто едет, куда едет, откуда. Это всё в виде титров, вот как в немом кино, которые можно не спеша рассмотреть, стилизованно так. Потом пошёл фрагмент. Потом опять титр, потом следующий фрагмент. Мы о зрителях очень позаботились, я очень хотел, чтобы выставка была понятна. Хорошо. А маму и папу пристроили. Ну, сын, допустим, у нас любознательный мальчик, допустим, в нашей гипотетической семье. Он, допустим, везде лазит, всё трогает, смотрит и задаёт вопросы. Это хорошо. А что нам делать с девочкой, допустим, 15-летней? Ну, вот неинтересно. И не поеду я на эту выездку. Скучно мне, неинтересно. Я лучше пойду в торговый центр делать селфи на фоне там витрин. Ну, что с такой делать? Надо брать с собой. Мы постарались, чтобы для любителей хороших, любительских фотографий, скажем так, или в посторечии селфи, были тоже интересные уголки. То есть, мы сделали несколько таких панорам, когда на заднике большого формата, увеличенная, колоризованная, потому что ЧБ тоже молодёжь не воспринимает. И я её где-то понимаю, потому что на выставке это же не книга, а действительно какое-то там издание серьёзное, историческое, где моветон раскрашивает картинки. Но это выставка. Мы здесь как бы хотим человека погрузить в эпоху. И мы пошли сознательно на то, что на нас будет критика определённая направлена, ортодоксальных историков, реставраторов и так далее. Но мы фотографии, которые используем в виде задников, но они, извините, размера 6 на 3 метра, допустим, мы их раскрашивали, но раскрашивали с помощью специальных программ, с помощью специалистов, которые хорошо в теме разбираются и которые приглашаются для консультирования опять же музеями и коллекционерами серьёзными. Мы это сделали на высочайшем уровне. И вот перед вами задник с фотографии старта раллия, пробега на императорский приз. Там какой-то маленький бенц вдалеке, значит, люди ближе к нам, вот перспектива. А перед нами стоят такие же автомобили, которые стартуют, да, и просёлочная дорога, которая там на фотографии, она переходит в просёлочную дорогу, которую мы воспроизвели на полу, причём в фотокачестве, да. А трава, которая там на обочине, она у нас тоже переходит сюда в виде искусственной травы по обочинам. А флаги, которые там красивые, разноцветные, вот морская азбука, да, которые там на фотографии, они тоже переходят к нам сюда живыми флажками. И таким образом можно найти такую точку, чтобы себя любимого сфотографировать с эффектом присутствия там. Или, допустим, выставка. Вот идёт Николай II по Михайловскому манежу, стоят автомобили на зелёных подиумах, значит, с табличками, с подсветкой определённой формы определённого вида, с гирляндами зелёных растений, и вот вы стоите и понимаете, что это соразмерно вам. То есть, вот на таком расстоянии он примерно так и должен был бы выглядеть. И автомобили, которые там, они сюда же тоже выходят к нам в виде реальных автомобилей, которые стоят поделены на тех же зелёных подиумах, под такими же вывесками, с таким же освещением, с такими же гирляндами и в определённых точках, которые надо, конечно, найти. Мы уж, конечно, не стали совсем уж крестиками отмечать, что вот стой здесь. Каждый найдёт своё что-то. И вот ты понимаешь, что ты попадаешь в эпоху. И если немного в это время не очень шумно в зале, и ты проникаешься, да, вот это живой автомобиль, а там 120 лет назад сделанное фото, но ты веришь. Или чего стоит один сборочный цех Руссобалта, когда на заднике, на фотографии стоят шасси, рамы на колёсах, недособранные, целая анфилада такая, их, наверное, там, может быть, два десятка стоит. И вдруг на переднем плане ты видишь две такие же рамы в разной степени готовности, точно такие же. На переднем плане лежит колесо точно такое же, ты можешь дотянуться, потрогать. Не знаю, в витрине стоят атрибуты, связанные с Руссобалтом, там, начиная от заводских жетонов, там, и эмблемно-капотных с орлами. И, кстати, только Руссобалт имел право орла использовать государственного для продвижения своего бренда. И акции Руссобалта разложены красивые, да, и, соответственно, всё с пояснениями, с объяснениями. Магнета стоит, Руссобалтовская в витрине. Ты смотришь это и понимаешь, что действительно какое-то, ну, если не погружение в эпоху, может быть, это громко сказано, по крайней мере, ты понимаешь, что, наверное, организаторы выставки очень хотели, чтобы ты в эту эпоху погрузился. И если у тебя есть немного фантазии, если ты никуда не торопишься и у тебя постоянно не звенит телефон в кармане, если ты тонко организованная натура, может быть, так сказать, да, способная к этому погружению, то тебе все условия даны. Ну, конечно, если ты по верхам, ну, тогда посчитай количество машин, сделай такое количество снимков, не знаю, там, и иди дальше, ну, собственно говоря, только смотри под ноги, когда ты всё время по телефону идёшь, да. Ну, не знаю, всё-таки я вижу среди посетителей нашей выставки людей тонко чувствующих, глубоко рассмышляющих, имеющих хорошую память историческую и благодарных за то, что мы что-то вытащили на поверхность то, чего они бы никогда не увидели, потому что это из частных коллекций, которые, вот, коллекционеры трясущимися руками привозили там знаки, допустим, автомобильных обществ российских из разных городов, да, вот привозили меня и говорили, только под ваш авторитет, потому что это ювелирные ценности, которые, собственно, стоят немалых денег, да, и, соответственно, всё это никогда никому не показывалось. В музеях у нас, к сожалению, вот по автомобильной тематике тоже этот период не представлен. Вот мы даём хорошую возможность, иногда уникальную. Вообще надо сказать, что вот этот период дореволюционный, очень странный период, потому что тогда было заложено всё. И автомобилестроение отечественное. У нас целая стена, построенная на замечательных рисунках Александра Николаевича Захарова, которые он делал для нашей выставки, и, к сожалению, Александра Николаевича с нами теперь нет, но он успел это сделать, да, и он как бы из всего своего наследия творческого, всё, что он рисовал для журнала «За рулём», вот это вот ежемесячно там по одной машинке, да, там ещё для журнала «Автоэкспорт», да, вот это всё, что касается тематики отечественного автопрома до революции, он всё собрал для нашей выставки, успел, как говорится, да, и смакетировал, и вот его видение авторское у нас сейчас, извините, целая стена 9 на 3 метра, где можно в подробностях рассмотреть рисунки Захарова и с подписями его же, пояснительными. Эпоха дореволюционная, она интересна и загадочна тем, что тогда возникло всё, т.е. возник российский автопром, причём он возник, опять же, если посмотреть вот на рисунки Захарова, который, ведь Захаров не всё успел нарисовать, но даже вот это, вот такое многообразие, такой калейдоскоп даёт, так ломает, рвёт шаблоны, оказывается, десятки наименований, брендов, моделей существовали, самые разные, самых разных кузова, очень много спортивных автомобилей, прогулочных автомобилей, т.е. то, чего мы потом долгое время, чего мы были лишены, потому что история наша суровая потом так закрутила нас, да, что нам, в общем-то, автомобили очень утилитарные были нужны, да, вот, и вот, на самом деле, интересно, что тогда было заложено, да, вот заложен был, значит, автопром, тогда были первые гонки, пробеги, ралли, когда мы вернулись в спорт, тоже очень нескоро, очень нескоро и не всегда на отечественных автомобилях, и иногда отечественные автомобили, если говорить там про 30-е годы, да, иногда они настолько, к сожалению, уступали тоже тем же немецким, допустим, да, что, ну, даже не сравнивали, да, а заложено было тогда, т.е. автопром, автоспорт, автотуризм, военный автомобилизм, первые выставки тогда же проходили, первые автомагазины и какие-то первые автомобильные моды и автомобильная одежда и вообще одежда для технических видов спорта и развлечений, да, всё это зародилось тогда, потом это было опрублено, ну, так сложилось, да, потом, ну, в силу различных причин, идеологических прежде всего, об этом не принято было говорить, ну, и, наверное, правильно считалось, конечно, такой индустриальный рывок, который совершила советская Россия в довоенный, послевоенный период, он был бы невозможен в времена, значит, всеобщей неграмотности и самодержавия, да, лично я уверен в этом, поэтому, конечно, вместе с водой где-то выплеснули и ребёнка, да, то есть, говоря нам о том, что дореволюционный период был во многом отсталый, во многом бесперспективный, во многом не дотягивающий до уровня передовых стран того времени в техническом уровне и в политическом устройстве и так далее, к сожалению, и выплеснули ребёнка вместе с этой водой, да, то есть, я вот считаю, что Российская империя – это и Советский Союз, каждый, кто туда приехал, неважно с каким паспортом, и принял гражданство или подданство, если говорить о императорском периоде, да, этой нашей страны, да, и внёс туда свой творческий вклад, творческий свой потенциал, свои силы, свою жизнь посвятил этому, да, я не считаю этих людей какими-то чужими, да, ну, нам, в конце концов, дачанин дали словарь подарил русского языка, да, и вот французский Гресс, это я к чему сейчас говорю, французский Гресс, выдающийся, уникальный инженер, лучшие годы своей жизни провёл в России, и лучшие изобретения, самые знаменитые – это движитель Кегресса, да, вот полугусеничные, которые ставились на автомобиле и в том числе императорского гаража, это всё тоже было создано в России, для России, учитывая наши специфичные дороги и так далее, вот же, это тоже было, и спортсмены, которые тоже старались и опасно ездили, рискуя, и старались за свой флаг, за свою, за репутацию там своей страны, да, военные автомобилисты – отдельная тема, да, Первая мировая война, и, ну, я не знаю, в конце концов, первые кураторы, организаторы автомобильных салонов, вот эти все люди, они были в высшей степени достойны того, чтобы мы всё-таки с них начинали нашу историю, а не только с 1917 года. Вот мы старались, делая выставку, не посвящать её только императору, который, роль которого в истории, она весьма сомнительна, при том, что он, наверное, сам по себе, он человек просто замечательный был, но как руководитель страны очень сомнительно, да, и выставка посвящена не Николаю II, не его семье, не его приближённым, а последнему десятилетию жизни Российской империи, через который мы, как через призму, смотрим вот на этот самый гараж, потому что императорский гараж, это и, собственно, поездки императора по стране, и мы показываем, вот мне очень нравится эта витрина, это называется офицерский саквояж, карта поезда к Николаю II по стране, фотография офицеров гаража, значит, момент погрузки автомобиля в вагон специальный, и, собственно говоря, предметы, которые могли, и саквояжик, который мог быть у офицера, и там и будильник походный, и впоры обязательно, и бритвенный прибор, и наградные часы, и монокль в футляре, и очки, и бинокль, и наган тоже соответствующего, так сказать, периода, а вот те предметы, дорожные карты, то, что человека сопровождало в поездках. И вот разглядывая это, мы как бы отушевляем немножко, да, мы понимаем, что это не винтики, это живые, реальные люди со своими какими-то интересами, со своим каким-то жизненным укладом, вот, постой около этой витрины минуту, больше не надо, и проникнешься, идешь дальше, смотришь гонки, ралли, вот про машины и про диораму я уже сказал, теперь посмотри на то, как выглядели эти призы, а у нас есть единственный сохранившийся приз, цоколь, правда, саму серебряную чашу, к сожалению, когда-то спилили, в какие-то годы еще, но есть фотографии этого приза, это знаменитый немецкий гонщик Вилли Пеге умудрился выиграть первый российский автопробег на императорский приз, и вот ему император вручил приз, вот есть фотографии, есть его альбом, и про этого человека вообще у нас целая витрина, начиная от его альбома с фотографиями, которые он сам делал во время пробега, телеграмма матери на немецком языке, мама, я кажется, выигрываю ралли, и заканчивая альбом некрологов, потому что он скончался через несколько лет молодым, скоропостижным, это интересная личность, вот через эту личность посмотрите на императорский гараж, казалось бы, при чем тут гараж? Нет, это же гонка на императорский приз, это же гонка, в которой принимали участие, которую патронировала императорская семья и так далее, посмотрите на это, посмотрите на витрину с телефонами, между прочим, телефоны мы тоже интересную коллекцию для выставки собрали и консультировались в Гатчинском дворце, в музее, и экспонаты из музея телефонов, которые в Москве есть такой, предоставлены, именно те экспонаты, которые могли быть и были в кабинете Николая Второго, в служебных помещениях, в гараже, между прочим, машины вызывались к подъезду по телефону, и вот мы говорили уже, что император и его семья были продвинутыми технически людьми и в плане автомобилизма, и в плане фотографий, например, и в плане телефонной связи тоже, были проведены специальные линии, которыми были соединены дворцы между собой, из Мариинского театра была проведена линия, чтобы вдовствующая императрица Мария Фёдоровна и Николай Второй могли слушать по телефону оперу из Мариинского театра. Эту эпоху мы её видим с разных сторон, и вот я старался избежать какой-то лакированности, какой-то напыщенности, нагламуренности, парадности. Это было бы неинтересно, это было бы, наверное, неправдой, и мы понимаем, что машины приходилось ремонтировать в дорожных условиях, что не всегда были чистые манжеты у этих благородных людей и у их шофёров, и не всегда, и теперь понятно, почему дамы в вуалях ездили на автомобилях, потому что видна вот на этих фотографиях, в этой хронике, видна эта пыль вездесущая, или пыль, или грязь, вот что встречало автомобилистов в то время. Очень хочется, чтобы люди, придя на выставку, вот с разных сторон всё это увидели, поняли, прониклись какой-то атмосферой. Ещё, наверное, надо сказать про… Интересно, у нас же очень много, среди наших посетителей масса людей, которые коллекционируют масштабные модельки. Вот и для них, и просто для людей, кому интересно одним взглядом охватить такое явление, как императорский гараж, конечно, все 55 автомобилей, которые входили в гараж, мы не поставили, но мы поставили полтора десятка автомобилей. В общем, уникальные, иногда в единственном экземпляре сделанные модельки, которые у нас под стеклянным колпаком, в стеклянной витрине выставлены, в виде тоже такой диорамы. Задник – это фасад императорского гаража в Царском селе, причём не до конца реализованный проект. И, собственно говоря, сделан макет со всеми там деревьями, скамейками, фонарями. Стоит ряд автомобилей императорского выезда. Стоит Николай II, фигурка, которому начальник конвоя даёт рапорт, из дверей гаража выезжает ряд свитских автомобилей. Там в открытых дверях ещё фары светятся, что-то там ещё скрывается. И стоит на отдельной аллейке Peugeot BB с наследником, с мальчиком, сидящим внутри, и с дядькой, который был к нему приставлен, который заводит кривым стартёром автомобиль. Вот это всё в 43-м масштабе. Это всё можно долго и с удовольствием рассматривать. К слову, наследник Алексей был очень необычным мальчиком. Достаточно сказать, что из всей семьи Романовых он единственный, кто умел водить автомобиль, очень это любил. Наверное, он бы получил права, когда пришло бы его время. Вообще, я не очень был близок к этой теме монархической, скажем так. Но в процессе подготовки выставки я немного погрузился в это, и, конечно, у меня вызывает очень большой интерес именно фигура наследника, потому что по всем фотографиям, которые можно у нас увидеть на выставке, как он ездил на этом своём Peugeot BB, как он садился за руль, хотя, наверное, ещё ноги до педали не дотягивались, большого Делана Бельвилля, как он сопровождал своего отца в поездках в прифронтовую полосу и вот в осмотре военных автомобилей лазил по этим кузовам у Айта, значит, рассматривал вот эти вот орудия там установлены. Любознательный был мальчишка. Для детей я специально, это прям моя идея, я её реализовал, я придумал такой небольшой квест, который называется «Цесаревич». Для колеблющихся людей на кассе идти только в музей или идти ещё на выставки, кассир должен сказать, что вашему ребёнку, возможно, будет интересно пройти бесплатный квест, вот вам конвертик, если вы идёте на выставку, значит, тогда люди заходят на выставку, ребёнок скрывает конверт, там простое задание – пройди, посмотри экспонаты, почитай все пояснения, посмотри внимательно все фотографии, в том числе те, которые на стенах, и найди трёх цесаревичей, сфотографируй их, подойди вот в указанную точку, и тебе там за это дадут приз, ну, там наклейки, связанные с тематикой тоже императорского и Грожа Игона пользуются огромной популярностью, а на самом деле, чтобы найти трёх цесаревичей, надо очень постараться, потому что они представлены в различных ипостасях, что-то на фото, что-то в виде маленькой фигурки, что-то на видео, то есть, это надо действительно прошерстить выставку и действительно прочитать, и в процессе этого чтения чего-нибудь в голове застрянет. Вот я очень рад, что это пользуется большой популярностью, но что случилось дальше? Дети нашли не трёх, а шесть или семь цесаревичей, которых я сам не подозревал, они там где-то фрагментарно, где-то вдалеке, где-то в хронике промелькнули, где-то что-то, и мне уже говорят, слушай, тут оказывается вот приносят вот такие фотографии, показывают, я говорю, здорово, 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 здорово. Самое главное, что ребёнок, проведя хотя бы полчаса на такой выставке за интересным занятием, не просто «пап, купи что-нибудь» или «пойдём мороженое есть», проведя за интересным каким-то занятием познавательным, он что-то узнает, что-то с собой унесёт и на память что-то получит, какой-то приз бесплатный. Касаясь темы что-то приобрести на выставке, ну, во-первых, вот альбом «Царский выезд», выставка «Царский выезд» – это совершенно логично единственное место, где продаётся альбом «Царский выезд». Это выставка под одноимённым названием «Царский выезд», которая будет длиться до 17 апреля на ВДНХ в павильоне номер 53 в музее гаража особого назначения. Что касается альбомов, то тираж, конечно же, таких вещей всегда мизерный, всегда для тех людей, рассчитываем на тех людей, которые это хотят иметь и заранее уже хотели и записывались, грубо говоря, но всегда имеем в виду, что будут появляться новые любители, новые люди, которые захочется такое издание к себе на полку поставить, поэтому я даже не уверен, что после 17 апреля по окончании выставки у нас ещё какие-то экземпляры останутся, чтобы их, не знаю, передать в торговую сеть. Поэтому ещё один повод посетить. Ну, плюс модельки, о которых я рассказывал в 43-м, в других масштабах, тоже они на выставке у нас присутствуют, их можно на память приобрести постеры. И постер Александра Николаевича Захарова, который у нас в большом формате на стене висит, в небольшом формате можно с собой взять. И есть ещё целое интересное явление для меня. Я познакомился в процессе подготовки к выставке, познакомился с уникальным художником из Ростова-на-Дону, с Александром Букиным, который рисует в гравюрном стиле. Я никогда такого не видел, от современного автора даже не ожидал. То есть, детальная прорисовка, он рисует огромного формата картины, а второго, а первого формата, посвящённых первым русским гонщикам, которые участвовали и на ралли Монте-Карло, и на русских первых ралли, и вторых Флори, и дореволюционный период, и потом у него пойдёт дальше. У него серия чуть ли там не из сорока работ. Вот первые семь представлены у нас на выставке, тоже замечательно сделаны. Эта техника называется авторская жикле, то есть, это полностью воспроизведена гравюра со всеми авторскими штрихами. То есть, не какое-то воспроизведение, когда качество теряется. И, соответственно, их тоже можно у нас на выставке взять на память с собой, приобрести, не знаю, мне кажется, что уже дозвольно много поводов перечислено побывать на выставке. Самое главное, что ведь мы её разберём, ребят, и больше в таком составе эта выставка не себе кажется. Сейчас до 17 апреля ещё много времени, но я рекомендую, потому что будут новые выставки, будут новые темы. Важно ещё, что, наверное, мне надо сказать в финале. Для жителей Петербурга, значит, конечно, я буду очень рад, если вы приедете, совместите свою поездку в Москву с посещением нашей выставки, но у вас есть ещё один интересный шанс. Дело в том, что мы выставку, разобрав её 18 апреля в Москве, сразу грузим и перевозим в Петербург, где она будет жить ещё всего лишь 4 дня. Она будет жить. Дело в том, что с 21 по 24 апреля в Питере в выставочном центре Экспофорум состоится 31-я Ултаймер-галерея. В Москве мы не нашли большой площадки, но мы нашли её в Питере. Мы второй год подряд уже проводим Ултаймер-галерею в Питере, и я с удовольствием вас туда приглашаю, потому что это будет большая выставка, в лучших традициях, огромный зал, и одна из частей выставки – это будет вот эта выставка «Царский выезд», но не в полном объёме. Мы привезём туда весь настенный антураж, все экспонаты, которые у нас в плоскостном режиме на стенах висят, и мы привезём несколько экспонатов автомобильных туда. Поэтому рекомендую с 21 по 24 апреля ещё раз можно будет татуить, но уже в Питере. В обозримом будущем с экспертами рубрики «Знай наших» обсудим вопросы, касающиеся кризисной психологии в период проведения специальной военной операции, практического выживания в природе, банковской автоматизации. Обратимся к истории появления КАСКИ. Возьмёмся и за прочие любопытные темы. Буду держать вас в курсе. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съёмки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съёмок по мере подтверждения гостёми наших программ вы найдёте на телеграм-канале Специнформа. Адрес на вашем экране. В завершении выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции Специнформа. Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания наших видеоинтервью. Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!